Всем привет! Это новый диалог на простых числах. 30 декабря 2022 года все прогрессивное человечество отмечало знаменательное историческое событие 100 лет со дня создания Союза Советских Социалистических Республик, первого в мире социалистического государства. Так вот, какую роль Советский Союз сыграл в истории России и мира? Какой опыт построения реального социализма 20 века можно заимствовать в веке 21? И какие уроки из краха социалистического государства должны извлечь современные коммунисты? Об этих и многих других вопросах мы сегодня поговорим с Сергеем Анатольевичем Новиковым, историком, активистом российского коммунистического движения, преподавателем молодежного клуба Политпросвет. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Здравствуйте. В конце прошлого года пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Кремль считает дату образования Советского Союза значимой и вообще весь советский период истории знаменательным в контексте развития исторической России, но отмечать на государственном уровне это событие они никак не собираются, что в общем и произошло, практически дата была проигнорирована. Как вы полагаете, почему так противоречиво к этому вопросу подходят представители нашего правящего класса? Я считаю такое противоречие достаточно характерным, потому что с одной стороны современные власти любят ссылаться на опыт СССР, любят ссылаться на его достижения. Почему? Потому что это им выгодно для борьбы за советское наследство. Это им выгодно для приватизации советских достижений, вот. Но когда заходит речь о том, что эти достижения были результатом строительства социализма, то есть результатом системы противоположной той, которая сейчас сегодня насаждается в Российской Федерации, то тут сразу восторги замолкают и делается фигура умолчания, то есть попытка каким-то образом проигнорировать значимость Советского Союза. А что будет, если из советской истории исключить социалистические базисовые идеологии? Что себе пытается присвоить российский правящий класс таким образом? Ну, начиная с места в организации объединенных наций, вот, и кончая, и, значит, правами собственности и на объекты за рубежом бывшие советские, а теперь российские, вот, и кончая такими достижениями, как полет Гагарина в космос, прорыв в область атомной энергии и другие достижения. Вот, делается попытка показать, что эти достижения, они являются достижениями России вообще такой социально бесполой, классово непонятно какой. Историческая Россия. Да, историческая Россия вообще. Ну, а другая причина в том, что по существу Российская Федерация является не продолжением СССР, а скорее продолжением, ну, либо Российской империи, либо той республики, которая началась в феврале 17-го года и закончилась в октябре. Республики, которая, кстати, тоже очень быстро превратилась в республику президентскую. Да, ну, мне кажется, тут даже параллели с Российской империей напрашиваются очень такие аккуратные и неочевидные, поскольку Российская империя все-таки шла по пути индустриализации, там росла численность рабочего класса, современная Россия все 30 лет шла по обратному пути, поэтому даже по Царской России, по-моему, современная Российская Федерация не дотягивает в экономическом плане. Хотя, конечно, многие параллели провести можно. Так все же, если мы возьмем роль Советского Союза в истории 20-го века, позвольте себе задать такой совершенно примитивный вопрос, такой нарочито примитивный. Вот СССР-то хорошо или плохо? Это явление со знаком плюс или со знаком минус для человечества в целом? СССР – это, несомненно, хорошо, и это, несомненно, явление со знаком плюс. Почему? Потому что достижение СССР огромное. Я бы сказал так, что опыт СССР – это было то лучшее, чем вообще 20-й век замечателен в истории. Я вот подчеркиваю, что это и прорыв в космос, и освоение атомной энергии. А главное – это создание новых форм жизни, новых форм экономики, развития экономики. Это доказательство того, что социализм – это не сказка, не выдумка, а совершенно определенная реальность. И пусть даже социализм не полностью в этой реальности воплотился, тем не менее даже то социалистическое, что проявилось в природе Советского Союза, оно является важным доказательством того, что социализм – это будущее человечества. Да, я полностью с вами согласен. Действительно, советский опыт важен не только и не столько построением справедливого общества, но еще и важен он как опыт создания общества, основанного на некапиталистическом базисе. Уникальный исторический опыт, который, мне кажется, можно здесь сравнить с такими первыми лучами солнца, первыми протальными, которые появляются в конце февраля-начале марта и свидетельствуют о непременном наступлении весны, несмотря на то, что где-нибудь в середине марта могут ударить сильные морозы и выпасть с угроба по колено. Тем не менее, появление этих первых признаков весны говорят о том, что общество и природа, а значит и общество, стоят на пороге существенных значительных перемен. Но все же Советский Союз, как опыт построения социализма, закончился с политическим крахом, это исторический факт, и это многим позволяет утверждать, будто бы распад Советского Союза есть эмпирическое подтверждение ошибочности марксизма, как научного учения. Как вы полагаете, насколько убедителен это утверждение? Ну, я придерживаюсь прямо противоположного мнения. Прямо противоположного. Почему? Потому что если мы попытаемся научно исследовать и оценить те причины, по которым распался СССР и ряд других стран социалистического лагеря, то мы неизбежно придем к выводу, что поражение потерпели не социалистические идеи, а отход от этих идей. То есть так же, как в случае с перерождением второго интернационала, это был не кризис социализма как научной идеи, а кризис того ревизионизма, который проник в руководство коммунистических рабочих партий, проник в руководящие круги социалистические государства. Вот этот ревизионизм, он действительно потерпел поражение. И это тоже очень важная часть советского опыта, который коммунистическому движению современному необходимо учесть. Более того, я бы даже добавил, что Советский Союз распался в полном соответствии с историческим материализмом. Производительные силы не соответствовали тем производственным отношениям социалистического этапа, которые пытались установить в Советском Союзе. Советский Союз решал, советская индустриализация решала нетипичные для себя задачи. Задача социализма не индустриализация и не развитие сельского хозяйства, а создание достаточных условий для творческой самореализации масс. А Советский Союз был вынужден решать те задачи буржуазной индустриализации, буржуазной модернизации, которые царское правительство и правящий класс царской России эти вопросы не смогли решить на протяжении многих столетий. И таким образом, несоответствие между социалистическими производственными отношениями и индустриальными капиталистическими производительными силами внесли значительный вклад в временное такое историческое поражение первого опыта строительства социализма. Но, тем не менее, с распада СССР прошло 30 лет, а на его опыте, на его исторической памяти пытаются нажиться многие политические проходимцы, как в России, так и за рубежом. Используют его как жупел в политической борьбе, геополитическом противостоянии между странами, так и пытаются присвоить себе достижение социализма, о чем мы сегодня говорили. С 2000-х годов на Западе особенно популярна была идея того, что, дескать, Путин строит СССР 2.0 и, значит, таким образом пытается суть такой реванш вот этого советского империализма, подмяв под себя постсоветские страны и возродить такую то ли империю, то ли какое-то такое красное, пугающее весь, прогрессивный мир объединения. Как вы вообще относитесь к этой концепции СССР 2.0? Она ведь популярна и у российских охранителей тоже. Они с большим продыханием относятся к этой идее Путина и до сих пор полагают, что события, скажем, на Украине, это есть не что иное, как попытка возродить распавшуюся Советскую Красную Империю, которую боялся весь мир. Вот это очень важное для них утверждение. Ну, дело в том, что это утверждение построено на полном игнорировании социально-экономической сущности Советского Союза. Советский Союз был прежде всего социалистическим государством. Те, кто утверждают проекты типа СССР 2, они исходят из того, что Советский Союз – это прежде всего большая империя или большое государство или крупная держава. Но крупных держав в истории человечества было немало, начиная с Древнего Рима. А вот социалистическое государство было только одно, и этим государством был именно Советский Союз. Есть сегодня попытки каким-то образом смоделировать систему управления, которая была в СССР, то есть своего рода смоделировать, попытаться смоделировать советский руководящий аппарат государственный без социализма. Вы, наверное, слышали о известной книге «Галушка» с высокой оценкой экономических результатов 30-50-х годов, где как раз проводится такая попытка. Конечно, эти попытки обречены, потому что социально-экономическая суть СССР была противоположна сути современной России. Вплоть даже до того, что если в СССР был принцип свободного объединения республик, вплоть до права выхода из состава СССР, то современная Россия является единой и неделимой, начиная с 2020 года, когда были приняты известные поправки к Конституции. И даже в этом современная Российская Федерация является продолжителем никак не СССР, а Царской империи или той республики, о которой уже говорилось, которая была с февраля по октябрь 1917 года. В этой связи, да. Но важно отметить, что СССР-2 – это проект, который коренным образом отличается от СССР, потому что это по существу проект, который призван закрепить права российского империализма на эксплуатацию бывших советских республик. Закрепить его права на неэквивалентный обмен с этими республиками, то есть по существу на различные способы их неоколониальной эксплуатации. Вот в этой связи очень важно подчеркнуть, что эти два процесса противоположны, и поэтому назвать этот проект СССР-2 можно только, ну, скажем так... С антикоммунистических позиций, разве что. Чисто формально, да. Чисто формально. Ну, а таким образом мы же можем констатировать, что вот этот проект экономической и политической интеграции на постсоветском пространстве, если не полностью потерпел поражение, то, очевидно, столкнулся с глубоким кризисом. Даже те страны, которые все еще входят в экономический союз с Россией, там, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия, не демонстрируют какого-то пиетета по отношению к российскому государству, не пытаются встать на его защиту в санкционной войне с западным миром. Белоруссия даже и то до сих пор не признала новые территории, вошедшие в состав России, там, Крым и все остальные вещи. В этом смысле российский правящий класс остается в гордом одиночестве, в геополитическом противостоянии с Западом. Как вы полагаете, какова причина этого кризиса? Почему не удалось построить не только СССР 2.0? Ну, это понятно, почему капиталисты социалистического государства не построят. Почему даже такая региональная империя не получилась? Почему даже она трещит по швам? Почему эти вассалы вчерашние, которые вроде готовы были идти на объединение в 2000-е годы, сейчас разбегаются кто к Китаю, кто к Европе, кто к Турции, в общем, во все стороны? Ну, дело в том, что СССР был все-таки объединен идеей построения социализма. Казалось бы, можно утверждать, что и современные государства СНГ должны были бы быть объединены идеей построения капитализма. Но дело все в том, что капитализм можно строить по-разному и в коалиции с разными капиталистами или империалистами. Можно строить его вместе с российскими империалистами, а можно строить вместе с британскими, с американскими, с германскими, с французскими империалистами. И сегодня по этой причине, по существу, в каждой бывшей Советской Республике или государстве СНГ, как сейчас принято говорить, идет по существу очень острая борьба между сторонниками российского империализма и сторонниками империализма стран НАТО, так скажем, обобщенно. Вот эта борьба, она сегодня, ну, образует один из основных потоков политических новостей, идет борьба этих тенденций, и именно эта борьба сегодня не позволяет консолидировать эти республики вокруг Российской Федерации, не позволяет прежде всего потому, что само развитие российской экономики оставляет желать много лучшего. Ну, например, если бы Россия действительно решила пойти по пути реиндустриализации, как это, кстати сказать, обещал Владимир Владимирович Путин на выборах, то это позволило бы, например, загрузить белорусскую промышленность заказами. И в этом случае для дружественных отношений между двумя странами была бы конкретная экономическая основа. Но этой экономической основы нет. Реиндустриализация, ну, сейчас вот о ней предпочитают не вспоминать, так же, как и про обещание удвоить ВВП к 2020 году. В 2010-му же сначала обещали. Да. А потом к 2020-му. К 2020-му. Вот там, поднять зарплату, я уже не буду говорить, до какого уровня. Вот. И так далее. Вот поскольку все эти обещания остаются невыполненными, то бывшие Советские Республики по необходимости лавируют использовать так называемую многовекторную политику. И не спешат, не спешат в объятия Москвы. Отчасти можно сказать, что это и в определенной степени результат близорукой политики самой Российской Федерации. Ну, вот события на Украине. Как звали российских послов, которые были в Киеве? Один из них был Черномырдин. И эти самые послы, ну, по существу, проспали. Вот тот процесс американизации или усиления западного влияния на Украине, который привел к перевороту, происшедшему в феврале 2014 года. И если сегодня вот посмотреть и на Казахстан, и на другие республики, ведь в этих республиках есть музеи советской оккупации. И Российская Федерация с этим мирится. Мирится потому, что само по себе вот социалистическая основа СССР для нее не имеет никакого значения. Ну, а поскольку предлагается республикам объединяться на имперской основе, то понятно, что такого рода проект он обречен на поражение. Вот вы несколько раз сегодня употребили эпитет империалистическое в отношении России, ее внешней политики. А ведь сегодня найдется немало представителей левого движения, которые с вами поспорят. Будут утверждать, что империалисты, они по ту сторону фронта. Они снабжают Украину оружием, они, значит, насаждают там фашистскую идеологию. А Россия в лице какого-то коллективного объединения, куда включают и олигархов, и простых рабочих, и учителей, и чиновников. А вот мы все противостоим этому фашизму на экспорт, этому внешнему западному агрессивному империализму, и таким образом ведем справедливую, честную, кто-то скажет, даже, наверное, отечественную войну против западной агрессии. Как бы вы таким людям доказали тезис об империалистическом характере российской экономики и политики? Ну, это довольно легко сделать. Для этого нужно вспомнить ленинскую теорию империализма. Даже вот самый первый признак ее империализма – это монополистический капитализм. И я думаю, не нужно перерывать большие горы литературы для того, чтобы понять, что компрадорский российский капитализм 90-х годов перерос в империализм в значительной степени потому, что результатом приватизации были достаточно большие, даже в физическом смысле большие, производственные мощности. И вот сегодня Роснефть, Росуголь, Газпром, РАО ЕС Россия, другие российские монополии – они у всех на слуху. И степень монополизации в любой отрасли сегодня достаточно высока. Она, ну, скажем так, на уровне 60-80%. И это вот явный признак того, что Россия является государственным империалистическим. Ну, кроме того, мы можем констатировать и наличие банкового капитала, и его слияние в финансовый капитал. Мы можем констатировать эксплуатацию окраин через неэквивалентный обмен со странами СНГ. И мы можем констатировать рост определенных международных амбиций российского империализма, который проявился и в военной операции в Сирии, и в позиции, которая занималась по отношению, ну, к Ливии, наверное, нет, а к Сирии, да, и в тех событиях, которые произошли в Казахстане в январе прошлого года, когда Россия по существу сыграла роль жандарма СНГ вводом войск. Да, но при этом, если мы с империалистическими амбициями российского правящего класса объединим экономические проблемы российского капитализма, то получим такое специфическое явление современного капитализма, как полупериферия, или такой слабый империалист, как Ленин говорил. В общем, по сути, именно это противоречие позволяет некоторым нашим коллегам левого фланга называть Россию не империалистом в силу того, что есть и компрадорская буржуазия. А какая компрадорская буржуазия у империалиста? Империалисты в буржуазии агрессивно занимаются внешней экспансией, а у нас, дескать, капиталы выводят за рубеж в виде не прямых, а портфельных инвестиций. Но, с другой стороны, Россия выступает, российский капитал выступает в роли регионального империалиста, и этого уже достаточно, чтобы использовать этот эпитет в отношении российского капитала. Это тоже хищник. Вот только если Соединенные Штаты – это хищник большой зубастый, вроде волка, то у нас хищник поменьше, такой писец, который тоже не прочь полакомиться более слабым, но не может вступить в прямое противостояние с более сильным хищником в силу того, что имеет иную весовую категорию. Я бы сказал вот о чём в этой связи. Очень часто говорят, что российский империализм совершенно не похож на империализм Соединенных Штатов Америки или Великобритании или каких-либо других стран. Да, он не похож, но он был не похож в начале 20 века, в годы Первой мировой войны и революции 1917 года. Тогда он был и военно-феодальный по своей природе, и зависимый в финансовом отношении. И сегодня близкие к этому черты мы наблюдаем в России. Да, действительно есть определённая зависимость, и технологическая, и финансовая, но наряду с этим мы видим определённые, агрессивные, совершенно чёткие тенденции у российского империализма. И мы видим борьбу, которая за контроль над бывшими советскими республиками, результатом которой стало и усиление НАТО, с одной стороны, и усиление ОДКБ, с другой стороны. И эти факторы, они важны. Что касается периферии и полупериферии, я, честно говоря, не являюсь сторонником этой теории, и вот по какой причине. Когда говорят о империализме, многие очень любят ссылаться на слова Ленина о том, что вот есть горстка империалистических стран, которая угнетает весь мир. Определённым продолжением этой идеи считается идея золотого миллиарда, который живёт в странах, объединённых в ОЭСР, и вроде как вот именно там золотой миллиард. А за пределами этих стран уже живут не золотые миллиарды. Вот эта ситуация, она сейчас в значительной степени изменилась. Почему? Потому что в каждой, во многих странах сегодня существует довольно значительная монополизация. А потому вот этот самый золотой миллиард, он расползся. И его частички есть сегодня и в Индии, и в Китае, и в России, и в целом ряде других стран. И по этой причине вот такое вот деление на золотой миллиард и всё остальное человечество, оно всё меньше совпадает с делением, которое можно провести по государственным границам. Это деление, которое по существу сегодня проходит в каждом государстве, между классами. Что касается экономической мощи, то смотрите, вот экономика царской империи была в мире на четвёртом месте. Экономика современной России на шестом месте. Но у царской империи не было ядерного потенциала. Вот этот ядерный потенциал придаёт российскому империализму особое значение. И именно поэтому сегодня так часто мы слышим упоминание о ядерном оружии. Вот этот фактор необходимо иметь в виду, потому что он вносит очень существенную поправку в соотношение, вот, собственно говоря, экономик, в соотношение ВВП. ВВП может быть разный по своему качеству. Может быть ВВП промышленного производства, может быть ВВП услуг. И это не всегда одно и то же. И если вот с точки зрения этой подойти, то вот шестое место при таком ядерном потенциале, ну, это всё равно, что, я даже не знаю, там, второе или третье место, если взять по потенциалу ядерному. Но, тем не менее, мы сегодня видим экономическую борьбу российского капитализма с западным миром. Он в том числе проявляется на фронтах украинской специальной операции. Воюют у нас, как известно, не солдаты, а воюют экономики. И может ли 2% мирового ВВП, который представлен российским капиталом, противостоять 40% мировой экономике, который представлен Соединёнными Штатами, Западной Европой и, по сути, всем остальным миром, которые работают на промышленность США и Европы через отношения неэквивалентного обмена, которые поддерживаются базисом доллара и евро? Ну, вот дело в том, что пока приходится признать, что каких-то катастрофических явлений в России в данный момент нет. Я не исключаю того, что они могут появиться. И сегодня есть целый ряд скрытых факторов, которые на это указывают. Тем не менее, необходимо иметь в виду, что Россия в значительной степени самодостаточна в плане полезных ископаемых, минеральных ресурсов. А что касается технологической зависимости, то эти факторы, они проявятся только позже. И вот, да, тут возможны такие сюрпризы, которых мы сегодня, может быть, даже и не можем пока ожидать, и о которых мы даже не догадываемся. Они возможны, но это в будущем. Пока в данный момент приходится констатировать, что катастрофы нет. Но учитывая то обстоятельство, что у России одна из сильных армий в мире, что у России ядерный потенциал, понятно, желание российского империализма использовать эти факторы для того, чтобы взять себе больше, чем его, так сказать, роль, чем его удельный вес в мировом промышленном производстве. События на Украине и участие в специальной военной операции российских войск критикуются разными политическими силами, хотя власть рапортует о 80-процентной поддержке всего этого мероприятия и о всех остальных, там, кремлевские пропагандисты называют пылью, которую вообще не надо принимать в расчет. Но все-таки критика существует, и значительная часть общества не согласна с внешней политикой российского государства на постсоветском пространстве, но все-таки критикуют по-разному. Есть либеральный подход, есть подход такой национально-патриотический, даже эти люди тоже критикуют порой действия российского правительства, но есть подход марксистский. Вот как бы вы отделили, по каким критериям отделили друг от друга эти три вида критики? Чем критика марксистская отличается от всех остальных? Ну, дело в том, что критика либеральная, это в основном критика в пользу империализма стран НАТО. То есть это исключительные обвинения России в агрессивности, обвинения России в колониальных захватах, это призывы отойти на границы до 24 февраля 22 года, это призывы по существу капитулянские. А эти призывы игнорируют то обстоятельство, что поскольку идет борьба между империализмом России и империализмом стран НАТО, то война является несправедливой с обеих сторон. И вот этот ее характер, он дает нам основания для того, чтобы критиковать империализм в целом. И империализм стран НАТО, и империализм российский. Вот это та точка зрения, которая решительным образом отделяет позиции российских коммунистов-интернационалистов от позиций либералов. И вот тот демократический мир, который, собственно говоря, могли бы предложить сегодня коммунисты народа Украины, он коренным образом отличается от тех либеральных рецептов именно тем, что этот мир предполагает политические перемены и в России, и на Украине. А вот то, о чем говорят либералы, ну, если предполагается, скажем так, вот есть сейчас призывы, направленные против президента Российской Федерации, то каких-либо призывов к изменению социально-экономической системы не слышно с либеральной стороны, а именно в этом основная суть дела. Если построить такой мыслительный эксперимент и предположить, что и в России, и на Украине к власти приходят прогрессивные политические силы, отражающие классовые интересы трудящихся предприятия, то, ну, понятно, что первым же декретом новой власти был бы немедленный мир между двумя народами. Но на каких условиях все-таки? Нельзя же просто взять и, там, по заветам Троцкого остановить военные действия, там, ни мира, ни войны, армию распустить, просто невоюем и все. Все-таки есть конфликт социальный, культурный, который создан в этот год и, собственно, создавался в предшествующие годы за счет наращивания вот этого антироссийской, а с другой стороны, антиукраинской истерии. Как решить это противоречие? Как сгладить эти культурные и исторические конфликты? Какими могли быть условия этого мира между двумя странами с прогрессивными правящими классами? Да, это очень интересный вопрос. Существует вопрос о том, как представляют современные коммунисты свой декрет о мире в случае, если в их руках будет государственная власть. Вот этот декрет о мире, я думаю, должен быть основан прежде всего на разрыве с интересами империалистов стран НАТО и империалистов российских. То есть вот результаты референдумов, которые проводились в военный период, значит, вот эти захватнические планы, они должны быть опровергнуты. То есть новая власть должна будет от них отказаться. Но не ради того отказаться, чтобы, значит, отвезти войска и вот, как вы говорите, просто прекратить войну, а ради того, чтобы дать выход настоящей воле народа. На принципе самоопределения. Я думаю, что раз оба государства будут стремиться к миру, они могут оговорить такие процедуры проведения референдумов в спорных территориях, которые будут гарантировать, что результаты этих референдумов будут признаны обеими сторонами. Вот в этом случае люди в спорных территориях, я думаю, вполне могут обозначить свое желание, в состав какого государства они хотели бы войти. И если результаты этих референдумов будут признаны, то можно будет, соответственно, и границу проводить. Но главное, главное, наверное, в том, чтобы независимо от государственной принадлежности и в одном и в другом государстве были бы обеспечены права людей полной ликвидации какой-либо дискриминации по национальному признаку, национальное равноправие и так далее. Вот эти права должны быть обеспечены. И, конечно, на референдуме можно будет ставить вопрос не только о том, Россия или Украина, но и о том, если, например, Украина или если Россия, то с какой степени автономнее? С права выхода или без права выхода? Вот я думаю, такая постановка вопроса могла бы действительно быть настоящим демократическим справедливым решением, то есть тем миром, который сегодня может положить конец этой войне, но этот мир, он не может быть реализован теми, кто эту войну развязал. Для его реализации нужны политические перемены, серьезные, революционно-демократические, социалистического характера, хотя бы в одну из стран, а лучше, конечно, в обеих. Мне думается, что непременным следствием такого мира стало бы объединение двух республик под социалистическим знаменем, и отсюда очень быстро нашелся бы ответ на уже ставшим, кажется, непреодолимым вопрос, чей Крым, чей наш общий, зачем его делить, когда все территории на этом объединенном государстве, в котором могла бы войти не только социалистическая Россия и Украина, а многие другие страны, победившие социализм в случае прихода власти прогрессивных сил. Так вот, в случае этого объединения все территориальные границы, вопросы о собственности были бы сняты в силу того, что эти значимые материальные и культурные объекты вошли бы просто в общественную собственность и перестали бы делиться народами, стравленными своей национальной буржуазией друг с другом. Но в таком случае возникает вопрос. Если такое государство вновь появилось, тот самый СССР-2.0 в хорошем смысле слова, то насколько сложным ему было бы существовать вновь в изоляции от западного мира. Мы видим, что санкции даже против капиталистической России применяются довольно агрессивные. А что было бы в случае победы социалистической революции на территории нашей страны? Санкции были бы куда более жесткими, их есть куда расширять, ограничить поставки лекарств в Российскую Федерацию, начать прямые боевые действия. В общем, не мы одни, и одна Россия обладает ядерным оружием, а многие другие страны, и есть много рычагов, через которые можно надавить на Россию. Так вот, как же быть социализмом в отдельно взятой стране? Как учесть этот опыт XX века? Возможно ли все-таки такое построение социализма в агрессивном капиталистическом окружении? Или же нужно дожидаться момента всемирной социалистической революции, построения такой Всемирной Федеративной Республики Советов по Ленину? Ну, я бы сказал, что в данном случае, наверное, и сам Лев Давидович предложил бы брать власть в одной отдельно взятой стране, что, собственно, и было сделано в Советской России. Вот тут двух мнений быть не может. А что касается вот этого вопроса, ну, во-первых, у России, как я уже говорил, есть сегодня такая защита, как ядерный потенциал, созданный еще в советский период, и неразрушенный буржуазный период – это очень, значит, ценная вещь, которая является определенным залогом обороноспособности. Есть военно-промышленный комплекс, тоже с советских времен унаследованный и, значит, не полностью разрушенный. Вот это важные факторы. Но наряду с этим мне хотелось бы обратить внимание на следующее. Мы сегодня видим огромное протестное движение в странах НАТО, прежде всего в странах Западной Европы, которые сильнее всего страдают от вот этой экономической войны, санкций и контрсанкций. И забастовки медсестер в Великобритании, и всеобщая забастовка во Франции, которая вот сейчас развивается. Вот это протестное движение, оно пока развивается в экономических рамках. Почему? Потому что нет у этого движения какого-то политического лозунга. И когда люди начинают протестовать против тягот этой самой экономической войны, вот я знаю по впечатлениям многих моих зарубежных друзей, им говорят, вы агенты Путина, нам нужно обязательно сломать Путина, а те, кто не хочет терпеть лишения, это его агенты. Если вместо Путина в России будет действительно демократическая, революционно-демократическая власть социалистического характера, в этом случае этот аргумент отпадает. И в этом случае у вот этого протестного движения, которое сегодня крепнет и нарастает, у него появятся политические определенные ориентиры и прежде всего ориентиры к созданию, ну скажем, определенного нового миропорядка, который будет исключать применение силы или во всяком случае существенно его ограничивать. Вот это тоже надо иметь в виду. Действительно, на Западе после десятилетий деградации вновь поднимает голову рабочее движение, растет численность профсоюзов, учащаются забастовки и разные политические акции. Как вы видите перспективы развития вот этих демократических, социалистических движений на Западе, можно ли ждать их перехода в политическую плоскость, или же речь закончится, дело закончится экономическими требованиями? Ну, я думаю, в конце концов, будут неизбежно, будет неизбежно поставлен вопрос о переводе этих движений в политическую плоскость. Это становится тем более возможным, что сегодня происходит в мировом коммунистическом движении процессы, которые несколько напоминают процессы времен Первой империалистической войны, когда выделяется с одной стороны та часть левого движения, которое условно можно назвать социалшинистической, то есть люди, которые прямо встают на точку зрения своего империализма. Сегодня есть такие левые, которые говорят, да, вот Украина является жертвой российской агрессии, и поэтому мы должны поддержать все меры вплоть до мер наших собственных империалистов по ее защите. Есть центристы, которые с одной стороны ортодоксальной фразой марксистской прикрывают свою точку зрения, но когда доходит дело, собственно, до дела, говорят, ну, конечно, империализм есть и там, и там, но все-таки лучше русский триколор, чем же автоблокитное знамя. И сейчас выделяется интернациональная часть, которая вот исходит из понимания империалистического характера войны, как войны несправедливой с обеих сторон. И вот эта часть, она, конечно, ориентирована на определенные политические перемены. Насколько эта часть окрепнет, насколько она сможет завоевать политическое господство в протестном движении, в значительной степени зависит и от нас, то есть от успехов левого движения в самой России, от успехов коммунистического движения. Ну, шансы такие есть. А превратится ли возможность в действительность, этого, я думаю, сегодня вряд ли кто может сказать с определенностью. Это самый частый вопрос, который задают наши подписчики в комментариях. А что же делать-то нам, простым, трудящимся? Как реагировать на все эти вызовы времени? Как вести себя в этом круговороте событий? Какой бы вы дали совет нашей аудитории? Знаете, простого ответа на этот вопрос нет. Ну, с одной стороны, конечно, нужна агитация и пропаганда, нужно разъяснение того, что эта война ведется за интересы российских империалистов. Простым людям она ничего не дает. И вот сегодня за эти самые, если, скажем, раньше за эти самые интересы сражались контрактники ЧВК Вагнера, то сегодня сотни тысяч людей мобилизованных с российской стороны, сотни тысяч мобилизованных с украинской стороны за амбиции российского империализма должны мерзнуть в окопах, должны проливать свою кровь, должны получать ранения. И вот это необходимо людям объяснять. Но одной пропагандой сыт не будешь, и более того, пропаганда никогда не будет иметь успеха, если она не будет иметь конкретных политических лозунгов. Я думаю, такими лозунгами должны быть призывы к смене власти, причем не просто к смене конкретных лиц при сохранении прежней системы. Если система сохранится, она сгенерирует неизбежно аналогичных лиц или похожих, а то, может быть, еще и хуже. В этой связи могу напомнить, что февральская революция это была не революция против Первой мировой войны, а это была революция, в значительной степени осуществленная теми, кто хотел вести войну по-своему, и, может быть, даже более решительно, чем сама царская монархия, если взять, например, таких людей, как Милюков. И сегодня надо ставить вопрос о том, что если мы не хотим быть заложниками вот этой самой военной авантюры, необходимы, конечно, политические перемены. Эти политические перемены, встает вопрос, как их добиться. Вот этот вопрос очень непростой. Обычно, ну вот, языком всех политических революций был язык манифестаций. Этот язык сегодня в значительной степени, я бы сказал, осложнен тем, что у власти есть большой арсенал методов борьбы с манифестациями, начиная от их силового подавления, кончая блокирование соцсетей и различных путей их организации. Но у рабочего класса есть такое забытое, мне кажется, незаслуженно забытое средство, как политическая забастовка. Вот если эта идея политической забастовки овладеет массами, тогда есть шансы на реальные политические изменения. А что вы понимаете под политической забастовкой? Мы к обычным-то забастовкам не привыкли. У нас рабочие терпят до конца, лишь бы не пойти поперек воли хозяина предприятия. Я имею в виду остановки транспорта, остановки промышленности с определенными политическими требованиями. И в этой связи мне хотелось бы напомнить, что да, и в России в 20 веке, скажем, никто не верил, вплоть до Кровавого Воскресения, в то, что более миллиона человек могут забастовать. Вот в это никто не верил. Но после того, как произошло Кровавое Воскресение, и весть об этом распространилась по России, в октябре 1905 года было более миллиона участников такой всероссийской политической по существу забастовки. И когда говорят, что тогда столько и пролетариев-то не было, совершенно верно. В той забастовке наряду с пролетариатом участвовали студенты, и участвовали многие другие социальные группы, которые стали пользоваться пролетарскими методами борьбы для того, чтобы добиться политических перемен. И именно результатом той всероссийской забастовки стал известный манифест октябрьский 1905 года, который дал основание для шутки «Царь испугался и сдал манифест мертвым свободы живых под арест». На самом деле его результаты были... У него были и определенные реальные результаты. Вот этот манифест был вырван именно забастовкой. И об этом нам не стоит с вами забывать. И именно об этом нужно сегодня подумать всерьез. А какие политические лозунги, на ваш взгляд, должны быть поставлены на повестку дня в ходе такой политической забастовки в России сегодня? Ну, это прежде всего лозунги распуска Палат Федерального Собрания, во-первых. Во-вторых, это лозунги изменения основ конституционного строя. В-третьих, это такие требования, как снятие любых ограничений на забастовке. Это отмена коммерческой тайны, которая сегодня и в значительной степени уже стала фиктивной, но даже в своей фиктивной роли она используется в значительной степени для коррупции и используется достаточно активно. Вот. И это подход к созданию, ну, такой, к обновлению политической системы, которая действительно, значит, позволила бы провести выборы без тех политических ограничений, которые мы могли наблюдать в 2019 году, в 2021 году, когда вроде бы право голоса осталось, но вот право свободно зарегистрироваться на участии в выборах не осталось. И если та политическая система, которая сегодня сложилась в России, будет сохранена, то, вот скажем, понятно, что в 2024 году, если выбором суждено будет состояться, те, кто выступает в поддержку СВО, получат право быть избранными, а те, кто выступает против, даже такого права не получат. Хотя, если даже принять на веру вот эти самые заявления власти относительно 80%, и прийти к тому, что 20% не поддерживают, пусть там даже 10%, допустим, выступают против, эти 10%, это достаточно большая величина. Я бы сказал, это величина сопоставимая с антивоенным меньшинством в 1914 году вполне. Эта величина имеет право на то, чтобы выдвинуть своих кандидатов на выборах в любом случае. Вот. То есть требования пересмотра политической системы обязательно. Что касается ограничений на забастовку, вот мы сегодня видим мощные забастовочные движения и во Франции, и в Великобритании, и в Германии. Эти забастовки в значительной степени в России сегодня не просто не готовы. Они невозможны с законодательной точки зрения, потому что в соответствии с трудовым кодексом, например, забастовки на транспорте запрещены в принципе. И если вот эти ограничения обобщить, то получается, что забастовки запрещены примерно для 50-60% российского пролетариата. Ну и последний вопрос. Как бы вы оценили вероятность наступления событий такого рода, я имею в виду такой всеобщей политической стачки, ну хотя бы в среднесрочной перспективе? Понимаете, я считаю, что тот, кто выдвигает такого рода прогнозы, тем самым выдает себе определенный тестимониум по пертатис, то есть свидетельство в бедности. Потому что, учитывая сложность социальной формы движения, а в социальной форме движения, в отличие от физической формы, нет однозначного взаимодействия причин и следствия, взаимодействие причин и следствия осложнено целым рядом факторов, которые не поддаются однозначному учету. Вот с этой точки зрения, я считаю, наша обязанность делать все, что мы можем, для того, чтобы состоялось то, что должно состояться. А шансы определенные есть, вот, превратиться ли возможность в действительность, это будет зависеть от того, как хорошо мы будем делать свое дело, насколько мы будем выполнять свой долг. Да, течение истории, оно принесет нас все равно к прогрессу, но другое дело, насколько скоро мы там окажемся. Это зависит от субъективного фактора. И достаточно сказать, что и Владимир Вячеславович не предсказывал никогда, когда именно произойдет революция. Более того, после того, как вот настал в России 1916 год, после очень мятежного 1915 года, и был определенный спад в рабочем движении, ему тогда начинало казаться, что вообще не доживут до социализма, не доживет его поколение, и он сам. И поэтому вот те революционные события, которые произошли в России в феврале 1917 года, они стали до некоторой степени сюрпризом. Вот такой сюрприз может ожидать и нас, может точно так же и не ожидать, но в любом случае мы должны быть к нему готовы, потому что в истории человечества революционных ситуаций было очень много, но не каждая революционная ситуация превратилась в революцию. И суть или потребность в коммунистическом движении, она как раз в том и заключается, чтобы при возникновении такой революционной ситуации она была превращена в революцию, а не как-либо иначе. Есть точка зрения, что все революции создаются исключительно власть имущими. Я с этой точки зрения согласиться не могу, потому что, как правило, власть имущие, то, что они могут создать, это массовое недовольство, ну а массовое недовольство в крайнем случае порождает бунт. Вот бунт власть действительно создать может. Но для того, чтобы бунт превратился в революцию, в умах людей должна поселиться уверенность в возможности более гармоничного, человечного и справедливого устройства общества. А вот это уже делают революционеры, это дело революционеров. И если такая уверенность у людей появляется, если появляется запрос на новую жизнь, вот тогда бунт может перерасти в революцию или там стать ее составной частью. Спасибо, Сергей Анатольевич, за интересную беседу. Я убежден, что ваш исторический оптимизм непременно найдет свое проявление в реальной политической практике. Благодарю вас за беседу. До свидания. До свидания. До свидания.